Всем-всем доброго дня! Появились вопросы, естественно, у меня есть на них ответы. Итак, поехали! Постараюсь как-то более-менее коротко, ясно и понятно. Итак, Константин, Константин, Краснодарский край, приветствую! Вчера читал твой комментарий, ответил, да, пропал. Да, но отвечу проще. Бритвы делать желание есть. Заготовок просто вот на валу, у меня вот тут они валяются, там вот такими вот, то есть и в Дамаске, и в углероде, и комиссории, и складные, у меня все-все тут заготовлено, прямо бери, сразу начинаю делать. Все материалы под руками, но... И желание есть. Вы сейчас думали, я расскажу, нет, желание, да, есть желание. То есть, но на складе нет места. А желание есть. Когда на складе хоть чуть-чуть освободится место, хоть чуть-чуть, тогда да, сразу же берусь за бритвы, все остальное просто резко бросаю в сторону и нафиг больше не берусь. до тех пор, пока опять не заполнится склад, прямо до упора. Все. Иначе я не вижу никакого больше смысла, даже сакрального. Дальше ответил на этот вопрос. Сейчас занимаюсь там ножичками, вот Диана Якута сделала, там у меня появился чудным образом второй канал, как бы мне его теперь передали. Вот, там развешиваю видео с ножами, уже да. Дело, конечно, скучно, я вам скажу. Но нож делать просто делаешь, просто производишь, просто вот тебе нож. Да, острый, да, ровный, да, правильный, да, даже красивый зачастую, но тоже, да, вот этими руками сделаны. Но это просто скучное времяпрепровождение. Это просто, чтобы не сидеть дома и вообще там со скуки вот не стухнуть. Все, по этим вопросам, все. Дальше. У меня уже четыре вопроса накопилось вот по этим вот стареньким бритвам, Шеффилдам, очень старинные бритвы. Конец, по-моему, XVII века. Сто пудово утверждать не буду. Это как тут, как говорится, Гугл сказал. Итак, в чем причина? Почему? Сейчас я их вам покажу. Потому что фото сделано на то, что на сайте, неудачно сделано. То есть там вся красота скрыта, все недостатки проявлены, усиленные. А всего-то просто я подрегулировал яркость, то есть добавил яркости в фото. Но яркость, то есть больше прорисовала недостатки и скрыла все достатки. То есть все их... Короче, вот. Смотрите вживую. Вот с этого момента я, видимо, подрежу тут первое вступление. И под каждой бритвой вот такое вот видео будет. Подзалапано слегка, кстати. Открывал. Пальчики оставил. Опа, вот так вот. Тут еще прохладненько так слегка. Ну сколько у меня тут сейчас? 12 градусов. Вот они из холода в тепло, маленько индивеют. Вот так они выглядят. Вот так вот. То есть на фото вы сейчас взглянете, если вы не узнаете, что именно это та самая бритва. Блин, только мне сложилось сейчас на пальцы-то. Я вам покажу вот тут трэш. Вот. Вот это пятно, например, там темненькое, оно слегка, видите, там где-то в зеркале. А на фото оно такое ощущение, что оно чуть ли не насквозь там прогнило. Блин, но нет этого. Нет. Это оправка родная. Там этот клинышек родной. Он какой-то алюминиевый. Алюминиевый не было раньше, свинец, плющили, олова. Что-то такое, да, оловянно-свинцовый вариант какой-то. Вот. Дальше. Это какая? Туфсдай. Туфсдай какой-то. Я с вас с английским не дружу. Не буду говорить, что это за день недели. Это бритва из набора неделька. Тоже родная оправка. Сейчас на них испарина от пальцев появляется. Да, что ты, блядь, резкость наша. Вот. Вот. То есть видите, да? У них вид очень и очень достойный и очень чистый. Не такой, как на фото. И это у нас... Ну так, наверное, нет смысла показывать. Давайте посмотрим. Это у нас Сундай. Какой Сундай? Сундай. Почти Хундай. Дальше. Давайте сразу название. А то потом еще запаривают в момент. Так. Вот, 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 вот. Нет. Ингивеют. Холодный. На теплых руках. Да ладно. Покажись. В это не... В общем, вот. Силеная, да? Как этого? Ну, мне по-английски говорить не нужно. Я с англичанами общаться не собираюсь. Если они вдруг со мной захотят пообщаться, то пускай они выучат русский. А я пальчики пока уберу. Опа. Тоже родной оправа. И так же с родной оправой. Вот этот вариант. Это все кость натуральная. Всех веков пришла к нам. Фридей, по-моему, да? Вот смотрите. Вот смотрите. То есть на фото они реально прям гнилые. Я просто сегодня посмотрел. Они реально прям гниль, гниль. Вот я не знаю. Ну, никакие совершенно. Вот сейчас есть еще вот эти пальчики мои. Вот эти вот теплыми руками холодные клинки трогаю. Все. Вот. Вот он. Реальный вид. Вот у меня вопросы вот именно по этому поводу. То есть они реально там прям прогнившие. Там насквозь, там почти. Нет. Нет. Они очень в таком достойном состоянии. Эти, которые вот в таких чахольчиках, неродных, естественно. Литвы в коробочке были. Это переделанная оправа. То есть кость уже современная. Клиночек. Также тот же старинный. Из того же набора. Вот так вот это выглядит. Вот эти темные пятна, они вот какие. То есть они даже не такие, как пятна темные на луне. Они вообще, то есть чисто символически присутствуют. И все. Не более того. И поэтому вопросов по этому поводу много. Я уже решил ответить немного. Иначе без видео это нифига с ней видно. Вот читайте. Какой там день недели. Ох. Ох, как она. Вот она как. Все. Думаю сейчас было это точно видно. И последний вариант. Тоже переделанная оправа. Кость современная. Вот. Клиночек там наборный. Латунь. Алюминий. По названию. Так, где там верхний, что у него название-то? Вот. Сразу покажу. Вот. Вот. И по полотну, смотрите, по Эрлю. Вот. Видите, какое пятно. Вот оно в блеске, но практически даже его не видно уже. Да, и кто-то когда-то устанавливал их. Видать, что их подполирнули вот эту вот черноту. Но геометрия не потеряна ни в одном месте, ни разу. И это радует. И это радует реально. Иначе они у меня просто не были бы в руках. Если бы там кто-то испортил геометрию. Именно вот этой вот подчисткой. Все. Вот все, что я хотел предсказать, показать. Вот обрезок этого видео я ставлю под каждой бритвой. Вот из этих бритв. И думаю, я каким-то образом, то есть, все-таки внесу вот эту вот ясность в то, как на самом деле они реально выглядят. Вот так вот. Ну, а я продолжаю работы. То есть, сейчас я готовлюсь опять производить клинки из быстрореза. Быстрорез будет R675 русский. И там какой-то S600, по-моему, там еще будет какой-то америкоский. Тоже быстрорез. Из них буду делать клинки для ножей. Опять же, для ножей. В общем, вот. И пару таких вот вчера еще выпилил. У8А пакетно-кованые. Видите, там как они по контурам прессованы. Вот такие вот будут толстенькие. Хотел сделать тонкие. Потом подумал, что тонких, но слишком дофигась. А я вообще сам люблю, когда обушок толстый, когда клиночек имеет вес. А не только вид. И поэтому, наверное, все же, скорее всего, оставлю их потолще. Но это уже совсем другая история. А вообще, увидимся в Ютубе. Лично мне было приятно увидеться. До новых встреч.